Привет! Привет! Я Даша. А я Майя. Мы сегодня покажем наших Сильваниан Пебелис. А начнем мы с верхнего этажа. О нем Майя и расскажет. Здесь красиво и много места. Как вы видите. И здесь живут соколадные кролики. Этим кроликам тут не тесно. И живется хорошо. Вечером сестра на фортепиано может спеть музыку. От этого мама, папа и братик засыпают. А еще к ним в гости пришла собака. И ее зовут... И ее зовут мама-собака. Переходим на третий этаж. Тут живут мои первоклассники. Это Мишка. Это шоколадный кролик-братик. И шоколадный кролик-сестренка. Мишка такой маленький, потому что он карлик. Он растет мало, поэтому он маленький еще. Хоть ему уже и семь лет. У них есть большая двухэтажная кровать. Еще кровать там, где спит Мишка. А еще там есть такая парта, там, где они все делают уроки. И комод там, где лежат их тетради. Переходим в следующую комнату. В следующей комнате живут малыши. И у них так много места для них, что они могут поиграть в наряды. Еще они могут поиграть в догонялки, в прятки. И еще они могут... Кушать. И еще они могут спать. И еще они могут скатиться с горки. Ага. Вот этот он собирается скатиться с горки. След... Вот тут вот на балконе вышли мышки подышать свежим воздухом. Они тоже майны. Пусть она про них и расскажет. Эти мышки, они удивительные. И еще они очень веселые. Потому что они любят ночью не спать. А они любят ночью играть. Именно дети. Еще папа и мама любят сыра очень много. А дети не любят. Переходим на второй этаж. В этой комнате живут шоколадный кролик Мама Мой. И шоколадный кролик Папа тоже мой. Они спят на этой кровати. А поесть они могут на первом этаже. Там есть телефон, если убрать бабушку. Тут видно телефончик. Вот так вот его можно куху и можно позвонить. Это цыплятка бабушки. Это цыплятки бабушка и дедушка. Я считаю, что они больше похожи на бабушку и дедушку. Всех моих сельвашек. Теперь в следующей комнате мы видим полосатых кошечек. Мама, папа, сестра и братик. Все эти кошечки спят вот тут вот. А вот тут вот они могут хорошо пообедать. Но если им тут не охота поесть, они могут вот тут вот поесть. То есть папа очень красивый. Вот такой вот блузочке красивый. Он так ходит и на работу. Этому папе очень нравится ходить на работу. И он очень любит своих детей так, как и мама. В следующей комнате ежики. О них расскажет тоже мама. Ежики эти любят здесь очень много грибов. И еще они ночью то же самое, как и мышки. Они могут не спать ночью иногда, и они могут иногда играть. А папа и мама, они спят ночью. Вот. И еще. И еще. Они любят поесть. И теперь мы приходим на первый этаж. На первом этаже живут енотики. Вот это вот мама енотик. Это вот папа енотик. Дальше братик енотик. И сестренка. Они сейчас решили сесть за стол. Но папа упал, а братик свалился со стула, потому что они вместе качались. В следующей комнате живут майные кошечки. Кошечки, они очень любят пасарапаться. Они любят очень залезать высоко. И еще они любят очень сильно это. Они любят лазить так высоко, что они даже любят на парашютах кататься. Словно мышки как. И еще. И еще. Они любят. Они любят своих детей. И еще. Там живет волк. Мама волк. Но она вообще тоже живет ванной. Но мы просто... Но она просто к ним пришла в гости. А сейчас переходим к ванной. Там можно сходить в туалет. Еще там можно помыть руки. И покупаться. Если присмотреться, там были детские игрушки. Но они куда-то исчезли. Эта ванная не такая маленькая. А еще там в наборе были тапочки. Вот такие вот. Они очень хорошо налезают на тельвашек. Вот так вот. И они могут в них хорошо ходить. Перед туалетом есть вот такой вот коврик. Он достаточно мягкий. И не такой маленький. Если смотреть. Там, где можно помыть руки, есть вот такое вот небольшое полотенчико. И не только полотенчико. Этот дом очень большой и не тесный. В нем помещаются все. Все любят в нем поиграть. А еще самое хорошее, то, что все там дружат. И всегда приходят к друг другу в гости. На этом все. О остальном мы расскажем в следующей серии. Пока! Пока!